Исторический максимум. В июне зафиксированы рекордные деловые показатели бизнеса Life is Good. В июне в тех регионах, где состоялось смягчение или снятие карантинных мер, сотрудники холдинга начали постепенное возобновление деловой активности в офлайн-формате. При этом было продолжено вещание корпоративного канала Life is Good Live с выходом в эфир два раза в неделю по понедельникам и четвергам. Своё место в сетке вещания сохранили рейтинговые рубрики, такие как «Мастер-класс», «Ответы на вопросы», «Панельная дискуссия», «Между нами говоря», «Цикл репортажей», «Жилищные истории онлайн». Состоялись повторы лучших эфиров с участием топ-лидеров Life is Good. Была запущена новая рубрика «История успеха». Её героями стали десятки директоров холдинга, которые рассказали зрителям о своём пути к высоким карьерным достижениям. Завершились показы обучающих курсов от международных партнёров Life is Good Андреаса Винца и Боба Дойла. В ближайшее время в корпоративных медиа состоится премьера образовательных модулей ещё одного официального партнёра холдинга – Дага Вида. Всемирно известный американский бизнес-тренер и писатель-историк ведёт активную просветительскую, общественно-политическую и благотворительную деятельность, лично знаком с нынешним президентом США Дональдом Трампом. Накануне глава Белого дома в своём твиттере процитировал недавнее высказывание Дага Вида. «Меняйте сердца, а не камни. Очищению истории нет конца» – и назвал господина Вида великим историком. Июнь прошёл под знаком большого корпоративного челленджа «Моё решение». Начало было положено во время прямого эфира на канале Life is Good Life. Участники панельной дискуссии на тему «Вижу цель, иду к ней» директора Сергей Санников и Василий Сухенко заключили между собой пари по достижению определённых личных и бизнес-целей. Арбитром соревнования выступил ещё один участник дискуссии – топ-лидер компании Радик Ахмеддинов. Сергей Санников взял на себя обязательство в течение июня похудеть на 5 килограммов и показать деловой результат 50 тысяч единиц, что в два раза выше его прежнего рекорда. Василий Сухенко обозначил свои цели – похудеть на 7 килограммов и добиться показателя в бизнесе 15 тысяч единиц. Василий и Сергей, вы принимаете этот вызов, вы принимаете вот то, что сейчас мы сказали, что к июлю месяцу вы сделаете эти вот результаты, и это цель, которую вы сегодня озвучите. Василий? Конечно, как по-другому. Мы же тут говорим про цели, и мы сейчас же не имеем права просто даже морально вам сказать, ну, извините, я сам сливаюсь, да, там, вы сами ставьте, там. Отлично. Я вообще знаю, у меня есть какая-то цель, я хочу, чтобы вы мне ещё увеличили её и ещё больше. То есть сейчас мы задекларируем на всю компанию, на всю аудиторию. Это я по-любому сделаю, сто пудов. Одновременно стартовал и общекорпоративный челлендж «Моё решение». Его участником мог стать каждый сотрудник Life is Good, который также поставил себе цель по достижению личного бизнес-рекорда. Спустя месяц главные герои поединка снова встретились в прямом эфире Life is Good Life для подведения итогов. Результаты соревнования следующие. Сергей Санников смог похудеть за месяц чуть более чем на 5 килограммов при заявленных в поединке 5 килограммах и достиг поставленной цели. В деловом плане его результат за месяц составил 35 тысяч единиц. Заявлено же было 50 тысяч единиц. Василий Сухенко поставил планку для похудения 7 килограммов. В итоге им удалось даже превзойти эту цифру. По бизнесу было заявлено 15 тысяч единиц, а к финалу поединка зафиксировано без малого 20 тысяч единиц. Таким образом, победителем соревнования стал Василий Сухенко. При этом оба лидера смогли добиться рекордных за свою карьеру деловых показателей. Общекорпоративный челлендж «Моё решение» выиграла сотрудник холдинга из Красноярска Татьяна Кирпичникова. В качестве личной цели она заявила полторы тысячи личных единиц, но смогла превзойти эту цифру, показав результат в 1900 единиц. От организаторов соревнований она получила приз – мобильный телефон iPhone 11 модели. Просторная недвижимость – подарок от жительницы Иркутска Светланы Юцис для любимой дочери. Её семья теперь проживает в квартире своей мечты, а счастливое приобретение стало возможно благодаря доступным условиям социально значимой программы «Жилищная кооперация Bestway». Моя хорошая знакомая предложила интересную тему по ЖК. Мне эта тема была не актуальна, но я знала, что для дочери моей она очень интересна. И я решила зарегистрироваться, стать пайщиком. И в качестве подарка вложила определенную сумму для получения квартиры. В результате я стала пайщиком, а моя дочь стала сотрудником. Объект недвижимости находится в высотном доме в престижном районе Иркутска на берегу Ангары. Квартира двухкомнатная, её общая площадь – 58 квадратных метров. Мы счастливы, что приобрели квартиру через кооператив. Безусловно, рекомендуем приобретение квартиры на таких условиях. Кооперация – это очень удобный инструмент для приобретения жилья. Жилищный кооператив Bestway работает уже более шести лет и не только на территории России. Тема жилищной кооперации актуальна, особенно для молодых семей. Перспектива развития кооператива только набирает свои обороты. Деловая стратегия Life is Good, выбранная руководством холдинга в период пандемии, на практике доказала свою эффективность. Использование новейших бизнес-технологий, а также инновационных, медийных, онлайн-инструментов позволило вывести компанию на новый уровень развития. В июне было зафиксировано рекордное количество единиц за всю историю Life is Good. На этом у нас вся информация. Это были новости Life is Good News. Жизнь прекрасна. Будьте с нами. Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова Корректор А.Кулакова